Наша тема «Классическая пунктская поэзия» будет состоять из двух лекций в этом месяце и в июле. И начнем мы действительно не с Японии, а для того, чтобы понять японскую поэзию, обратимся сначала к китайской древней поэзии. Среди вас присутствует много феологов и даже писателей. И вы знаете, что, допустим, английская литература, сколько-то столетий, скажем так, она с Чосера, можно сказать, измеряется. Некоторые, правда, с Боу-Вульфа измеряют. Русская литература всего конец XVIII, конца XVIII века. В некоторых странах, допустим, африканские или многие латиноамериканские вообще не имеют своей литературы. А древняя китайская литература, она, и только классический период тянется больше двух тысяч лет. Это, конечно же, очень долго. И за это время китайская литература также сформировалась и также сложилась, как и китайская кухня. Ведь, допустим, да, вы знаете, что, если мы обратимся не только к литературе, но и к китайской кухне, что она тоже сложилась две тысячи лет назад, и с тех пор практически не менялась. Все то, что вы можете попробовать в китайском ресторане, это те блюда, которые ели не только, допустим, Дуфу или Бо, или Тао Юан Мин, но это то, что ели и Конфуции, и Лао Цзы, и Джуан Цзы и другие замечательные люди того времени. И нужно понять, как китайцы представляли себе мир. Для древнего китайца все бытие сформировано двумя силами, как инь и ян, которые означают не добро и зло, как обычно думают европейцы, а просто два полюса бытия, что-то вроде древнего хаоса античного, но только разделенного на две половины. Причем на половину не добрую и злую, а на противоположности, как у егеля, помните, тезис и антитезис. А у древних китайцев, допустим, мужское, женское, глубокое, высокое, широкое, узкое и так далее. То есть некие две противоположности формируют мироздание. И хотя существует некое верховное божество неба, но это безличное божество, где-то вот на восточный, на индийский, можно сказать, так, манер. То есть это не личность, это вот некая просто какая-то тоже сила. И в центре мира находится Китай. Поэтому он называется Поднебесная. А вокруг Китая существуют варвары. Собственно, такое вострятие и до сих пор существует. Поэтому если вы будете общаться с китайцем, то в какой-то мере вы все равно будете для него варвары. Хотя и, может быть, высокоорганизованные варвары, если вы, может быть, европейцы. И понятие вера в европейском смысле или в смысле византийском отсутствует. Вот в Китае иероглиф дзяо означает не вера, а учение. И весь мир для китайца следует некому невыразимому, особому, удивительному закону, который проницает все бытие, но при этом его нельзя выразить словами. Это явление китайцы называют дао. И дао выражает себя вовне как добродетель. То есть в людской жизни или в жизни государства оно выражается как добродетель. И, опять же, единственный, кто не следует или не всегда следует дао, или кому нужны для этого усилия, это, понятно, человек. Потому что природа, бытие, вселенная, она следует этому доброму, светлому закону. Я много изучал эту проблему и смею предположить, что мысль о дао – это некое, идущее от Адама и Евы, понимание о благодати Господне. Это райское древнее понимание Адама и Евы, по которому, ну и как мы знаем, христианское понимание, когда Бог проницает собой весь мир и все наполняет и все делает хорошим. Точно так же воспринимают древние китайцы. Это некий, скажем так, отголосок того древнего знания, которое имели Адама и Ева. Собственно говоря, какие-то знания сохранились, какие-то утеряны. Допустим, у китайцев нет понятия грехопадения. Они не считают, что с человеком что-то не так, как бы, в его природе, хотя человек не следует дао, не следует этому закону, невыразимому закону, выражающемуся в добродетели, который наполняет Вселенную. И поскольку человек ему не следует, то возникают разнообразные проблемы, но сам по себе человек, китайцы не знают концепции того, что честная природа повреждена. И в Китае было два человека, и, соответственно, два учения, которые говорили по отношению ко всему изложенному совершенно удивительные вещи. Интересно, что жили они вместе в одно и то же время, как считается, даже встречались, это, конечно, Конфуции и Лао Цзы. На китайских манерах имена звучат немного по-другому, но в европейской транскрипции мы зовем их именно так. Каждый из них воспринимал мир вот с такой, скажем так, мифологической категорией, которую я описал, но каждый внес свои неповторимые оттенки в это восприятие, и, соответственно, каждый является удивительным китайским учителем. Они, считается, по крайней мере, один раз встречались, и когда Конфуция спросили, что он думает Лао Цзы, он сказал, я могу описать лису или оленя, когда их увижу, но я не знаю, как описать увиденного дракона. И вот, значит, эти два учения, они довольно разнятся и одновременно в чем-то и сходятся. Чтобы было понятно, годы жизни Конфуция 551-й, 479-й годы до Рождества Христова и Лао Цзы, ну, примерно в то же время. Итак, даусизм. Даусизм учит, что современная человеку действительность ужасна. А еще нужно заметить, что для китайцев существует такое понятие, как и для античного грека, и для римлянина золотого века. То есть, некое идеальное время, когда все было хорошо. Нетрудно заметить, что это снова те же самые отголоски рассказов Адама и Евы, потому что множество цивилизаций древних, вот таких, как греки, как китайцы, они имеют это знание о золотом времени, когда небо было близко, когда люди жили добродетельно, и все было золотое, прекрасное. Помните, как Том Гюндерлинг, немецкий романтик, по этому поводу шутил? Помните, романтика в концепции, да? Был сначала золотой век, потом серебряный, а теперь железный, да? И Гюндерлинг говорил, да, действительно золотой, серебряный, железный, бумажный, а у нас, говорит, дурацкий, подняться бы нам до железного. Вот. А при этом он еще немножко более редко выражался, я не посмел в присутствии. Дам сказать, какое он слово использовал, он дурацкий, но если кто знает немецкий, можете посмотреть, это интересно. И вот, значит, для даусизма, для лао-дзы современная действительность ужасна, но мы ее никак не принимаем и обращаем взор в эту идеальную древность, в этот прежний золотой век, в начало-начал, имени у этого начала нет, его назовем Дао, и был проникнутый Дао-государь, а идея государства очень важна для китайцев, и он, вокруг него, это Дао, то есть светлый закон, мудрость распространялись на весь мир. Ну а поскольку современный мир, он уродлив, все, как помните, Дерек Олук, как кажется, современный поэт говорил, мир уродливый, люди грустны, но так воспринимал, да, и, значит, мы приобщимся все равно этому абсолютному началу, мы уйдем в горы, мы откажемся от любой формы активности в этом мире, мы будем созерцать бытие, мы постараемся не нарушать эту красоту, мы постараемся стать настоящими, вот уйдя от всего лишнего и ненужного. Даосы, они, как правило, ну убежденные Даосы, они никогда не принимали государственных должностей, вы помните, что любой аристократ китайский, он изначально готовился вообще для того, чтобы занимать должность. В Китае была очень развитая чиновническая система, которая помогала с огромной этой империей колоссальной собирать налоги, вести разнообразные учеты, и чиновников было очень много, а так, допустим, знаменитый Дуфу, это великий китайский поэт, который сравнивает с Кушкиным, он, в нашем представлении, он работал над чиновником и хотел быть чиновником, а его друг Ли Бо, он как раз не хотел быть чиновником, потому что он был Даос, а Дуфу был представителем конфуцианства. Вот помните, может быть, такой знаменитый Даос был еще Джуанзы, которого я очень всегда о нем часто рассказываю, и, ну, поскольку здесь и новые люди, вспомню эту добрую историю, когда Джуанзы приходили все время послы от императора китайского и просили его принять какую-то важную должность при императорском дворе, а Джуанзы находил всегда такие какие-то объяснения, почему он это не сделает, что его объяснение посланцы записывали, и поэтому они сохранились. Допустим, однажды к ним приходят и в очередной раз предлагают должность, а он говорит, вы знаете, представьте себе жертвенного быка, его берут, откармливают прекрасным зерном, поят родниковой водой, а потом, когда он вырастает, наряжают в красивые ленточки и ведут на заклание. Он и рад бы стать тогда простым теленком, да не тут-то было. Ну, это в таком духе он всегда отвечал. Но это даосская традиция, конфуцианская традиция иная. Конфуций, прекрасно зная даосскую традицию, говорит, что да, наша действительность кошмарна, в ней трудно жить человеку, который ищет добра и правды. И нет сомнения в том, что была идеальная древность, которая была проникнута дао, и была красота, и было все светло, но да, вот, когда-то давно. Однако, как он говорит, живя идеалом, мы не должны отрицать действительность в целом, и мы можем, как бы ни груб был этот мир, делать в нем свое дело, жить и действовать. И, соответственно, для Конфуция идеальная древность не мифическая, некая предыстория Китая, а та древность, которая содержится в древних книгах. Почему Конфуция начинает свою деятельность с того, чтобы, как он выразился, исправлять имена и собирать вот эти древние тексты. То есть, он собрал традицию. Собственно говоря, что такое его, допустим, лунью, его сборники песен, да, это собрание, допустим, древних стихотворений, потому что Конфуция, кстати, говорил, что образованный человек должен начинать свое образование с поэзии. И конфуцианские чиновники для того, чтобы, ну, вообще китайские чиновники сдавали очень сложные экзамены, кстати, Дуфу его не сдал реликий поэт, потому что они должны были читать на память тысячи строк стихов древних, тысячи строк. Это все нужно было запоминать, этим нужно было умело пользоваться при случае. Что очень интересно, китайские чиновники все были воспитаны в литературной традиции, и они все помогали поэтам, потому что, как вы понимаете, даосы, они ведь, это творческие люди, да, вот они, да, добрые такие, хорошие ходят, пишут что-нибудь, как тот же Либо, ну, им же тоже надо кушать. И вот они туда приходят к какой-нибудь конфуцианскому чиновнику, кто-то им поможет. Это было повсеместно, потому что, потому что считалось, что поддержать литератора это благое, очень светлое, доброе дело, от которого человек, имеющий возможность, отказываться не должен. Ну, собственно говоря, такова разнообразие этих учений, то есть конфуций учит, что мы можем стать добрыми и изменить мир к лучшему, а лао-дзы, что человек должен приобщиться дао в стороне от всяческой активности вообще, вообще. И конфуций много говорит о долге, что требование долга важнее всего остального, и он держит людей на благородных, которые идут путем самоотречения, которые для того, чтобы кому-то было хорошо, они в чем-то себя ущемляют, и на неблагородных, которые живут для себя. У него очень много выражений, допустим, таких, как благородный муж величественно ожидает велений неба, а муж презренный трусливо поджидает удачу. Вот такие вот удивительные совершенно вещи. И при этом, допустим, он его учение, это именно не религия, это учение, и он говорил, допустим, о том, что то, что я делаю не так, не примет небо. То есть, у него было очень четкое понимание, потому что человек должен поступать как должно в этом мире, светло, и не просто, не просто, как ему захочется. Конфуций говорит, что умереть от голода небольшая проблема, а утратить мораль большая. То есть, такое совершенно невероятное восприятие. А даосы в то же время проповедуют недеяния. недеяние. Но это недеяние, это, скажем так, из русских исследователей, его, как ни странно, лучше всего понял не исследователь, а музыкант Гребенщиков. Слышали о таком, наверняка? И вот он заметил, очень важно, что, много об этом думал, и можно сказать, что даосское недеяние, это не просто, скажем так, не означает ничего не делать. То есть, это не бездействие, это отказ от любого действия, которое не наполнено вот этим высшим, как сказал бы христианин небесным, и, как сказал бы китайец, вот этим вот предельным смыслом, смыслом дао. И, соответственно, и там, и там существует отказ от того, чтобы поудобнее устроиться. И вот таков гений китайского мудреца. И при этом вы, конечно, все прекрасно знаете, что сравнительно поздно по отношению к истории Китая, но в первом тысячелетии в Китай приходит третье действительно уже вероучение буддизм. И возникает вопрос, как все это сочетается в жизни китайских поэтов, потому что мы теперь все говорим о поэтах, и вы поняли, что они принадлежали к одной из этих традиций. И здесь, скажем так, для китайцев все это слилось в некие, как они это называют, триединое учение, сяньцзяо. То есть, допустим, многие поэты, они во время своего чиновнического распорядка дня, они замечательные, очень честные конфуцианцы. Когда они выходят вечером посмотреть на природу, а там везде очень красиво в Китае, они даосы, а когда им грустно, они размышляют о бренности мира, и тут он буддист. То есть, вот нечто вот такое очень страшное, такое смешение, как бы китайцы старались взять отовсюду, что-то существенное, оно получалось в большей мере, конечно, мудрецов, но тем не менее, что-то такое было. Здесь можно сказать, что в древних религиях, таких как конфуцианство, даосизм, действительно существуют особые такие грани понимания вот этой древней истины, которую знали Адам и Ева. Конечно, не в мистической практике, но в нравственной практике, в восприятии долга, в оценке мироздания, в некоторых философских вопросах, в надежде на то, что избавление все равно миру каким-то образом придет. Помните, как Гераклит, в античности, правда, он не китаец, понятно, но он говорил, да, или какой-то бог нас спасет, или все погибнет. Такая-то тоска по спасителю, как это называли древние историки, философы, и в наибольшей мере для китайцев приблизился к истине понимания мира мудрец, который знает путь и живет в согласии с вот этим вот законом, проницающим все бытие, которое, да, христианин бы сказал бог, но китайцы не знают такого слова в нашем понимании, древние китайцы не знали, у них было поклонение духом, а верховного божества как бы в нашем понимании в таком классическом нет. И мудрец одновременно для китайца является поэтом, писателем, литератором, то есть тем, кто что-то пишет. И здесь можно сказать, что действительно вот как самолет ценят не за то, что он может ездить по земле, хотя самолет может ездить по земле, и если кто-то из вас куда-нибудь летал, то изначально впечатление такое, что самолет будет, не знаю, там в Лондон или в Афины не лететь, а ехать. Вот, и это очень долго такое впечатление, а потом он неожиданно взлетает. И допустим, да, поэта ценят не за то, что он может зарабатывать деньги, а апостола не за искусство кулинарии. И смотрите, как эту мысль выражает Джоанзи. Значит, он рассказывает о неком Яо, ну, считается, что под этим мудрецом Яо он подразумевает себя. Какой диалог состоялся у него с пограничными стражами в одном из китайских царств. Китай в разные периоды истории был разделен на разное количество государств разной величины. значит, вот он заезжает, мудрец, на какой-то такой брычечке в ворота, лошадку правит, и стражники стоят у ворот и говорят, кто это? Ну, это мудрец. И дальше такой диалог. Пограничный страж сказал, да, в самом деле мудрец, позвольте поприветствовать мудреца. Подходит и говорит ему, желаю вам долгих лет жизни. Мудрец отвечал, не желаю. Стражник удивляется и говорит, да будет мудрый человек богат. Мудрец снова говорит, не желаю. Когда стражник говорит, пусть у вас родится много детей. И в третий мудрец мудрец отвечал ему, не желаю. То есть, да, то, что кажется для человека обыкновенного вожделенным, да, долгая жизнь, деньги, дети, здесь человек ищет нечто иное, нечто совершенно другое. Что именно? Я не знаю, понял ли стражник, об этом не пишется, но Джуанзи пишет для тех, кто понимает такие вещи, и из века в век находится много тысяч людей, которые Джуанзи понимают и ценят. И вот подобное, кстати, описание, подобный диалог существует примерно в те же годы до Рождества, потому что они примерно одинаково жили с Платоном. У Платона, смотрите, что пишет Платон о философе. Философ у Платона это то же самое, что мудрец Джуанзи, по сути дела. Вот что пишет Платон. С юных лет избранник мудрости не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место публичных собраний. Законы его страны ему неизвестны. В действительности вращается в государстве только телом. Убжи его все это мало ценит и ни во что не ставит. В земных рабских делах философ не смыслит. Он не умеет даже завязать своего дорожного мешка. И все это юродство происходит от того, что на земле он живет гостем. В наших земных сумерках он подслеповат именно от того, что привык к яркому солнечному свету небесной своей Родины. Удивительное сходство, да? Восприятие этого явления. И что же дарит мудрец другим взамен того, что он ничего обыкновенного не умеет. Он дарит другим взглянуть на небо, распрямиться. Помните, когда Данте писал «Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видят ли меня?» И вот мудрец дарит эту возможность людям поднять глаза к небу. Отсюда та особая глубина взгляда, о которой много говорят китайцы. Допустим, Либо – это такой же классик китайской поэзии, как и Дуфу. Он очень любил одну древнейшую китайскую историю, когда к одному из императоров, который считался древним, еще, получается, при Либо и Дуфу, пришел некий поэт известный и рассказывал, что когда он явился в какой-то город и стал показать свое искусство, то есть игры на цитре и свое стихосложение, то людям это было скучно и неинтересно. Но стоило ему заиграть такую простонародную песенку, которая называлась «Деревенщина избу», то все сразу обрадовались, стали танцевать, плясать под этой мелодией. А поэт очень огорчался, потому что он пришел не для того, чтобы сыграть простонародную деревенскую мелодию. И вот это вот, скажем так, в Китае это та цивилизация, то место на Земле, где очень давно в древности был поставлен вот этот вот вопрос, что смотреть и видеть это разные вещи, что мы можем смотреть на красоту, но быть понятию только в меру своего глубокого духовного опыта. И я не удержусь и прочитаю вам еще одну прекраснейшую историю, тоже китайскую, она небольшая, но она достойна того, чтобы ее послушать. Кстати, что интересно, эту же историю очень любил Селлинджер и приводил, если не ошибаюсь, в своей повести выше стропила плотники. Итак, история такая. Князь Му, повелитель Цзин, сказал Болэ, ты обременен годами, может ли кто-нибудь в твоей семье служить мне и выбирать лошадей вместо тебя? А Болэ, это конюх. Болэ отвечал, хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движениям, но несравненность, как он, то, что не касается праха и не оставляет следа, это нечто таинственное и неусязаемое. Таланты моих сыновей не достигают высшей ступени, они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненно о нас как уна они не могут. Однако, если у меня друг по имени Дзюфангао, торговец хворостом и овощами, он не хуже меня, знает толк в лошадях, призови его к себе. Князь так и сделал. Вскоре он послал Дзюфангао на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил, что лошадь найдена. Она теперь в шаю, добавил он. А какая это лошадь? спросил князь. Гнидая кобыла, был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон, жеребец. Князь с неудовольствием вызвал к себе Болея. Твой друг, которому ты поручил найти коня, вообще срамился. Он не в силах отличить жеребца от кобылы. Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел. Болея вздохнул с глубоким облегчением. Неужели он вправду достиг этого? воскликнул он. Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я. Я не осмелюсь себя с ним сравнить. Ибо он проникает в сравнение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты. Прозревая внутренние недостоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть. Им пренебрегает тем, что смотреть не стоит. Мудрость Гао столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинство лошадей. И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных. Эта же способность проникать в глубину, она будет проницать и всю японскую поэзию, которая пришла, как и мировоззрение, из Китая, в Японию. И, допустим, был такой известный очень японский поэт Сайгё. Это древность, хотя уже это наше время, ну, в смысле, наше уже тысячелетие. И Сайгё, он был одновременно буддистским банахом, но он особенно не практикал буддизм, он больше писал стихи, путешествовал по Японии, это было время многих кровных битв, когда он жил. И, значит, некий, некий другой учитель, которого звали Монгаку, он услышал о том, что вот Сайгё таким образом себя ведёт, в течение нескольких лет говорил своим ученикам своей обители, что это недостойный монах, и он должен не стихи писать, а сидеть у себя, предаваться каким-то там делам монашеским, а он ходит и путешествует. Когда я его увижу, я ему палкой голову разобью. И однажды всё-таки Сайгё пришёл в эту обитель, ученики очень испугались, что Монгаку ударит их любимого поэта, но Монгаку внимательно посмотрел на Сайгё, ничего не сказал, повелел его угостить, ну, Сайгё покушал там, переночевал и на утро ушёл. И ученики спрашивают, как же так, потому что несколько лет сказали, что вы ему посохом голову разобьёте. И так спокойно его отпустили. А Монгаку говорит, что вы такое мне говорите? Вы посмотрите на него, как бы он сам меня посохом не хватил. Это совершенно некое иное восприятие, да, что да, 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 то есть он увидел величие этого человека, что действительно, что у Сайгё есть основания хватить Монгаку посохом, потому что Монгаку ещё многого не понял. И вот это особое, скажем так, постижение глубины, оно присутствует в японской поэзии очень сильно, а пришло туда из китайской философии, не столько из поэзии, как ни странно, сколько из изложенной мною сейчас философии и образа жизни. Древняя китайская поэзия это, скажем так, некая мечта китайцев древних об избавлении, и этим она похожа на античную философию. Здесь тот же океан боли, те же проблески христианской истины, это литература печали. Китайцы чувствуют мир как бы безучастным к своей боли, и при этом они понимают, что должны жить по долгу, должны жить правильно, как должно. Ну, в мире человек не находит опоры, единственная его опора это либо другой человек, либо те люди, которые уже ушли, которые жили в прошлом, великие эти поэты, эти писатели, эти герои, которые бы их поняли. Удивительная такая тоска, да, как, допустим, не знаю, Лермонтов мог бы тосковать по Шекспиру, допустим. И, кстати, по этому поводу есть красивейшее стихотворение о Дуфу. Звучит оно так. Зачем так скоро лепестки опали? Еще бы чуть помедлила весна. Я полон боли, гнева и печали. Увы, я прожил молодость сполна. Мне песнь надо, чтоб забылась скука, чтоб сердце выразить. Стихи нужны. Меня бы понял Баудзянь, как друга, но в разные века мы рождены. Или вот, допустим, Либо, это друг Дуфу, великий китайский классик, тоже вот как он пишет, да, подымаю меч и рублю ручей, только он течет все быстрее, подымаю кубок и пью до дна, а тоска все так же сильна. Повторюсь, что в Китае чиновник должен был знать основы конфуцианства и должен был уметь писать стихи, и поэтому чиновников было много и было довольно много поэтов, которые даже считаются в Китае классическими, хотя у нас они практически совершенно неизвестны. И литература это древняя Китая, его поэзия это поэзия печали. Печали о том, что есть смерть, что человек смертен. Печали о том, что все расстаются, а это расставание невыносимо. Очень в красивых образах все это передается, рукава, которые мокрые от слез, это же образ переходит в японскую поэзию, после Исайги очень красиво им пользуются уже в своих танках, но вот допустим «Меня покидаешь, напрасно сетовать мне, ведь было же время, когда ты не знала меня, когда я тебя не знал». Кроме этого, печаль о том, что люди страдают, печаль о человеке, печаль о плохих чиновниках, которые не следуют своему предназначению. Это очень грустно и больно для китайцев, которые, будучи конфуцианцем, чаще всего следуют долгу, но это же не значит, что вокруг тоже люди следуют долгу, и как правило, как раз те, кто наиболее верно следуют жизни по долгу, кто наиболее честны, они занимают наиничшие должности в этой иерархии, а те, кто наименее честны, они пробивают друзья императоров, еще лезьте, какого-то подкупа, взяток. Это все очень печалит, такое явление китайцев, как отступление от этого всеобщего принципа бытия, который должен был выражаться в добродетели. Китайцы печалятся о том, что человек стареет, и действительно там, где европейцы могли сказать у меня болит, китайцы говорили мир болит и не знаем, чем лечить его. И в целом это поэзия о человеке. Одна из больших печалей для древнего китайца это некое равнодушие, как бы небо, но небо не в смысле бога, у них нет этого понятия еще, а как бы мира вокруг для равнодушия по отношению к ним. Почему, допустим, Духу пишет, а небо не сжалится, небо оно безучастно. Это очень грустная поэзия, невероятно грустная и невероятно красивая. Причем вся поэзия Китая существует всего в нескольких поэтических размерах, очень интересных. И у нас это все мастерски переведено, было прекрасными переводчиками. И поэзия в Китае занимала то же место, что философия у древних греков и у римлян. Она была всенародна, поэзия для всех. И она была печалью языческого мира, тоской у спасителей. Только если у греков тоской спасителей была философия, то у китайцев это была поэзия. И китайцы при этом обожали разнообразные сборники стихотворений, коллекции, тематические подборки. И нам очень сложно даже представить, как хорошо китаец знал свою словесность. Он действительно помнил на память тысячи стихотворных строк, прекрасно этим пользовался, апеллировал. И китайцы справедливо считали, что наилучшее творчество и самое глубокое то, которое существует в традиции, то, которое связано с корнями. И поэтому, чтобы быть мудрым, для китайца нужно прежде всего изучить тексты мудрецов и через эти тексты с ними общаться, с ними достигнуть некого понимания общего. И тогда уже говорить о чем-то новом, о чем-то необычном, о чем-то удивительном, что еще в мире должно быть. «Взгляни горе в лицо тупа вершина, а сбоку погляди, она остра, иди назад, и вот гора все ниже, иди вперед, и выше все она, о нет, она свой облик не меняет, гора одна и та же, в этом суть, а превращение от того зависит, с какого места на нее взглянуть». И повторюсь, это литература удивительной, необыкновенной печали, и я бы даже осмелился прочитать вам довольно длинное, но невероятно красивое стихотворение Дуфу «Песнь о боевых колесницах». Вы не будете против? Оно прекрасно, по-настоящему прекрасно, но оно не короткое, ну не то, что оно не длинное, это не поэма, конечно, но вот вы оцените, как величайший китайский классик чувствовал, думал. А вы помните, что китайцы окружены со всех сторон варварами, да, и вот все время эти старцами друг с другом, и вот как он это воспринимает. Боевые гремят колесницы, кони ржут и ступают несмело, людям трудно за ними тащиться и нести свои луки и стрелы, плачут матери, жены и дети, им с родными расстаться непросто, пыль такая на белом на свете, что не видно Чаньянского моста, и солдат теребят за одежду, все дрожат перед вблизостью битвы, здесь мольба потеряла надежду, вознося в поднебесье молитвы и прохожий у края дороги только спросит куда вы идете, отвечаю на дальние сроки нет конца нашей страшной работе, вот юнец был семье своей дорог, сторожил он на севере реку, а теперь хоть ему уж за сорок надавной воевать человеку, не повязан повязкой мужскую, не успел и обряд совершился, а вернулся с седой головою и опять его гонят к границе, стон стоит на просторах Китая, и зачем императору надо жить границы страны расширяя, мы же и так не страна, а громада, неужели владыка не знает, что в обителях ханьской державы не спасительный рис вырастает, вырастают лишь сорные травы, разве женщины могут и дети взять хозяйство крестьянское в руки, просто сил не хватит на свете, хватит только страданий и муки, мы стоим как солдаты на страже и в песках и на горных вершинах, чем отличны баталии наши от презренных боев петушиных, вот почтенный, как речью прямою говорим мы от горькой досады, даже этой свирепой зимою отдохнуть не сумели солдаты, наши семьи сломила кручина, платят подать и платят налоги, и уже не желаешь ты сына, что продился для слез и тревоги, дочь родится годна для работы, может жизнь ее ты устроишь, ну а сын подрастет и его ты молодого в могилу зароешь, побродил бы ты как на погосте, вдоль ногих берегов кукунора, там белеют солдатские кости, уберут их оттуда не скоро, плачут души погибших недавно, плачут души погибших когда-то и в ночи боевой и бесславной все отчетливо слышат солдаты такое удивительное совершенно необыкновенное стихотворение но у духу таких много почитайте его обязательно он действительно достойный того чтобы его прочесть он прекрасен хотя и очень печален но при этом у него есть одно удивительно очень радостное стихотворение о котором мы поговорим чуть позже и вот вся эта красота и печаль и мудрость они вполне приходят в Японию и здесь преломляются совершенно по-своему и воспринимаются по-своему японская поэзия поэзия людей которые также исповедуют этот триединый путь только чуть по-другому там вместо даусизма был синтаизм это вот верование в предков и все такое и при этом в Японии было мощное воздействие буддизма и обратите внимание дальше удивительная вещь вы помните что буддизм как таковой учит что мир это иллюзия что нет ничего и тебя тоже нет но японский поэт видит удивительную красоту бытия и его сердце оно скажем так сопротивляется его этой вере и получается то явление о котором древний мудрец Тартулиан писал что всякая душа по природе христианка то есть человек чувствует что мир не иллюзия человек чувствует что красота реальна и пишет об этом но его верования предполагают ему считать что ничего не существует и отсюда у него удивительная у японского поэта тоска о том что все есть но все может исчезнуть или исчезнет как вот и все ненадолго и отсюда у японской эстетики колоссальная способность любоваться всякой мелочью вот допустим осенний цвет осенью поздно ни один не сравнится цветок с белой хризантемой ты место свое уступи сторонись ее утренний иний это сайгё или допустим сайсюнагон смотрите что она пишет сорвешь с пруду маленький цветок лотоса и залюбуешься им короткие японские стихи это пятистрочные танку трехстрочные хокку стих намеренно пишется так чтобы читатель мог додумать дочувствовать до сопереживать поэту это возможно потому что творчество его восприятие в Японии слиты воедино этому помогают разнообразные метафоры которые вызывают у всех одинаковые чувства допустим мокрый от слез рукав это символ разлуки есть еще одно китайское понятие пришедшее в Японию и особым образом осмысленное в поэзии это югэн это китайское философское слово оно означает путь к скрытому во всем смыслу помните да вот это китайский мудрец который находит этот новый смысл подлинный смысл вещи а в Японии этот югэн становится путем красоте всякой вещи и это необыкновенно ну вот так воспринимает интересно японец и поэтому у него может возникнуть совершенно поразительные строки вот допустим Иса смотрите как он пишет в этой вонючей траве гляди-ка какие прекрасные бабочки родились и когда мы глядываемся на наш мир мы понимаем что он прав да и действительно если мы осмыслим эти строки то очень часто прекрасные бабочки они рождаются именно в вонючей траве и они расцветают и становятся невероятно красивыми но стих так написан это хокку что оно открыто читатель может должен это додумать дочувствовать ему не сказано это напрямую как это было бы сказано в европейской традиции или вот допустим трехстищик которая совершенно не у реки покрыта льдом треснул лед и снова зажили дружно вода с водою это не о реке это не о льдах это о человеческих сердцах это нечто совсем иное хотя японец не всегда вкладывает такой смысл он действительно смотрит на природу он пишет о природе но получается таким удивительным образом о человеке хотя сами японецы они как бы против европейской традиции отчеловечивания природы но тем не менее получается вот так и если европейский стих пишется ну или античный стих да он пишется как когда вот будто строка за строкой вырывается из сердца то японская хокку или танку это мир сжимается до сути в три или в пять строчек и такой способ написания не может быть скопирован с помощью внешних приемов не случайно начиная где-то с 60-х годов 20-го века в мире большой интерес появляется к хокку да начиная с эпохи хиппи да хиппи вообще любили японскую культуру если до этого было арт-нуво да или арт-деко как оно называлось это 1910-е годы время Эйфелевой башни первый расцвет японской культуры в Европе первый в спец интереса там еще хокку не интересовались а вот при хиппи начинают интересоваться и многие начинают писать но на талантливых хокку в Европе так и не написано потому что происходило просто внешнее копирование вот этого вот стиля а не вот это вот стремление великое вот смысл сконцентрировать в три строки японские конечно древние самые сборники стихов там аньесю и коньесю там мы встретим только намеки на танку или скажем так первые древние танки но в основном это действительно песня в нашем понимании а танку это пятистрочная такая вот форма строгая 31 слог в ней потому что японское письмо оно слоговое и истоки танку в народных преданиях и даже в устной поэзии родового строя и танку не имеет рифм но переводится оно как и хокку не не строго по слогам это было бы ошибкой а оно переводится скажем так просто смыслом и здесь не нужно переводчику строгое количество слогов использовать как в японском это невозможно потому что допустим при переводе это Вера Маркова замечала известный переводчик хокку допустим в английском языке затрачивается меньшее количество слогов на этот же перевод а в русском большее допустим в русском 16-18 в японском допустим там вот 11 не помню и в английском там чуть меньше получается по разному но это не страшно кстати я совсем недавно читал прекраснейшее выступление Бродского в Польше когда ему вручали доктора Ганури Скауза в одном из польских университетов он сказал слова звучат они так Бродский говорит что действительно переводчик он хотя и каждую конкретную строчку может быть и не может передать так же красиво как и в оригинале но у него есть следующая строка и он знает что если он в этой строке он так не не возвысился до звучания оригинала то он в следующее возвысится а через строчку может еще и превзойти Бродский который прекрасно переводил поэзию и то есть Бродский говорит о принципиальной возможности перевода это очень важная вещь то есть перевод для Бродского возможен помните многие да говорят даже очень серьезные люди как Ольга Седокова что нет перевод это как бы да изнанка ковра это только некое вот что мы не видим красоту оригинала Бродский говорит нет возможен перевод и с такой же красотой просто не в каждой конкретной строчке будет такая же красота но эта красота может быть в следующей через строчку и переводчик если он талантливый он все равно нагонит эту динамику стиха и это очень важно для русской переводческой традиции еще и потому что с силами например так русского языка но лингвистическими фонетическими вообще всеми его средствами можно передать звучание многих мировых языков и вот смотрите я читал переводы китайского а ведь они правда звучат как китайские да но на русском это стараниями наших китаистов стараниями допустим Маршака и Чуковского англичане переведены так что они звучат действительно как англичане Роберт Бернс звучит как шотландец да французы звучат как французы испанцы да лорка как испанцы и так далее и вот благодаря замечательным усилиям такой переводчика как Вера Маркова танку и хокку действительно звучат на японский манер и ты чувствуешь эту японскую красоту хотя вот хотя слова понятно что русские а я говорил только что о танку а хокку это трехстишье да японское в нем тоже в Японии фиксировано число слогов в переводе оно не фиксировано этот жанр известен с 14 века и появился он потому что у Японии была такая традиция литературная знаете там тоже практически все аристократы писали что-то и допустим один аристократ или аристократка посылает другому там три строчки из танку а тот должен их дополнить или две строчки а тот та дополняет и в итоге так появилось из таких вот знаете таких состязаний поэтических добрых появилось появились хокку причем в Японии в отличие от Китая мы знаем прекрасных японских поэтесс и писательниц тут действительно есть те и другие не только писатели как в Китае тут есть и писательницы в принципе тоже в какой-то мере эта традиция частично идет из Китая только там женщины не писали но вот эти китайские чиновники аристократы они очень ценили это очень странно вообще для древней цивилизации они ценили женщине собеседницу редкая вещь для древней цивилизации мы знаем что уже эпоха крестовых походов 1100 год те же крестоносцы приезжают допустим заражаться с саррацинами и как саррацины плохо относились к женщинам собственно они их просто вообще за людей не считали и даже удивлялись что та свобода которую давали ну определенная в кавычках свобода давали франки как их называли саррацины своим женщинам она их удивлялась как можно так относиться там надо плеткой нагайкой чем-нибудь еще и так далее а китайские мудрецы ценили собеседницу в жене а в Японии это доходит до того что женщины начинают писать и женщины создают классическую литературу та же Сэйсонагон или еще одна замечательная японская поэтесса которая победила на каком-то там очень известном древнем японском конкурсе Хокку и там были известнейшие поэты известнейшие все писали Хокку тема была кукушка победила эта девушка потому что написала такие строки пока говорила пока пока я твердила кукушка кукушка рассвет уже наступил конкурс срока рассвета такой очень глубокий смысл в этих строчках что пока ты ищешь одно а другое что-то очень важное от тебя уходит и много поэтесс прекрасных у которых своеобразные очень женские такие Хокку вот допустим я и забыла что накрашены губы мои чистый источник опять же да это не об источнике и не о том что девушка пользуется косметикой это об отношениях глубоких отношениях удивительных хотя по верхностным взгляд здесь улавливает только какую-то женщину которая коснулась накрашенными губами вот но мы можем увидеть другое да что человек губит каким-то своим родством красоту этого мира ну и много еще других удивительных смыслов в этом всем есть но конечно же глубокий смысл познается только по мере приобщения человека к сути к глубине то есть понимание этой поэзии возможно лишь по мере духовного опыта человека того что он сам пережил того что он сам понял ведь глубина мысли зависит не столько от того что человек прочел сколько от его благородства сколько от его зрения сердца помните как экзюперий говорил что самого главного глазами не увидишь и вот это вот то с чего ты не увидишь глазами японская хокку и танку передают потому что они чем-то сродни картине они позволяют не только смотреть но и видеть до глубины то на чем остановился взгляд вот допустим смотрите как пишет Сайгё процитировал несколько прекрасных его танку так и тянет меня поиграть вместе с ними во дворе песком ну увы я взрослый нет мне места в игре и другие подобные замечательные его танку которые он приводит рассказывает и это все конечно можно прочесть удивиться этому порадоваться что такая поэзия существовала и существует на свете что это все можно к этому приобщиться порадоваться в японии кстати есть еще такая удивительная совершенно традиция когда стих не не перечисляет не говорит о чем-то а хокку просто перечисляет или указывает на что-то всем известное вот смотрите допустим как пишет басё басё это классика вообще жанра хокку стих о мацусима о мацусима о мацусима о подобные стихи есть о фудзиами допустим или еще о чем-то а у сэсинагон в ее записках о изголовье прощите их все это прекраснейший труд есть допустим фрагменты у нее такие короткие эссе это записки коротких эссе где она просто перечисляет название гор лесов рек но за каждым названием особое переживание особое переживание как ну не знаю если бы мы что-нибудь такое сказали нам бы Эфелева башня Капитолий да вот что-то вот такое это слова которые у нас вызывают ассоциативный ряд удивительные такие существуют и японские хокку японские хокку это способ раскрыть некую важную грань мира в трех строчках и этих трех строчек хватает чтобы эту грань мира сделать зримой это один из принципов японской эстетики любование малой незаметной красотой и вообще всем малым и маленьким точно так же как допустим один человек может быть мал да по сравнению с человечеством но он совершенно незаменим и японцы там где допустим европеец любуется лесом японец любуется листом или травинкой или каким-то фрагментом кустика и радуется этому собственно это же в картинах да и японских это же идея присутствует хокку поэтому немногословный но читатель сам становится соучастником этого хокку и соучастником открывшейся поэту истину то есть поэту как бы приглашает но до конца не договаривает вот смотри если ты способен ты увидишь то же самое хокку это сделать позволяет и есть такой интересный японский философ и преподаватель Дайсэцу Цунзуки и он говорит что хокку цитирую это встреча мгновения с вечности там где мгновение встречается с вечности или иначе это осмысление времени через вечность небесную вечность господней и японская поэзия повторюсь она позволяет читателю выстроить смысл произведения смысл хокку или танку сообразно духовному опыту который читатель уже и приобрел но она и увеличивает этот опыт дает возможность смотреть глубже смотреть и видеть и конечно не случайно хотя было очень много поэтов в Японии очень много но в истории остались самые великие Иисус Сайё и подобные Басё и они были теми людьми которые так открыли красоту мира что ее невозможно было для них не воспеть и они и для других открыли эту возможность в каждой травинке в каждой пылинке увидеть глубину небесную видеть красоту и отсюда уже буквально один шаг до христианства и хопку этот шаг уже можно сказать само в себе делает и здесь по мере духовного опыта человек может увидеть совершенно удивительные вещи я хотел бы закончить сегодняшнюю лекцию не японским одним стихом но китайским и помните я говорил вам где-то в середине лекции что у Дуфу несмотря на множество очень грустных стихов есть одно совершенно невероятное ликующее радостное стихотворение которое он написал будучи еще хотя молодым но уже очень опытным скажем так в жизни человеком оно называется «Взирая на священную вершину» и это стихотворение оно сродни японским хоку во многом потому что оно опять же можно сказать не о горах оно о том что когда мы приходим к истине и к красоте как мы тогда начинаем видеть истину и все остальное вот послушайте этими строками я завершу сегодняшнюю лекцию Великая горная цепь костре острее отцы далы зеленеет тяньшань на просторе как будто природа собрала искусство свое чтоб север и юг разделить здесь на сумрак и зори рождаясь на склонах бегут облака без труда завидую птицам и в трепете дивном немею но я на вершину взойду и увижу тогда как горы другие малы по сравнению с нею это все дорогие что я хотел сегодня рассказать север север Субтитры создавал DimaTorzok